Сначала ты думаешь, что так закончится, а оно по-другому. Чехов классик. У него вот эти маленькие рассказы, и у него никогда не поймешь, как закончится. У него есть история, рассказ оратор. Одного человека молодого, чиновника, приглашали на похороны. Потому что он хорошо умел говорить. Ну, знаете, там последняя речь сейчас уже нет такой практики, а, видно, в 19 веке такая была. И вот он пришел на похороны к одному чиновнику и начал рассказывать, что хотя у него там много детей, рассказывает, рассказывает, и вдруг видит этого чиновника в толпе присутствующих. И он рассказывает, рассказывает, и потом оказывается, что он перепутал, то есть умер другой. Он рассказывал последнее слово тому, кто еще жив. Вот, и тот догадался. Это вот перипетия такая. То есть начало одно, а заканчивается другое. Вот такая форма. И давайте я свой текст вам покажу. Я не думал, когда писал. Сейчас посмотрим. То есть, если у меня нет введения основной части заключения, их надо сделать. То есть это надо сразу проверить. Вечерняя кухня, перед нами есть знакомая Света, и оперевшись смотрит мне в глаза и заводит следующую речь, которую она явно подготовила заранее. Украинцы ленивые и смотрят на меня в ожидающие. Есть здесь введения? Есть. Где? Вечерняя кухня. Передо мной сидит знакомая Света, оперевшись смотрит мне в глаза. Так. И тут смешение, да, произошло? И пошло изложение. Вот надо, вот введение получается до, 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 заканчивается предложением это украинец. Я думаю, вот здесь даже и смотрит мне в глаза. Может, вот так вот, здесь вот. Ну, вы знаете, вот как я говорю, что не будет скандала, если я его не заведу. Так и здесь. Введение – это начало. А там уже как вся драма будет, основная часть в чем? Как вы уже на это отреагируете? Понимаете? То есть и смотрят на меня в ожидающие вот так, что, ну, мы как можем отделить чисто технически с красной строки? Ну, вот, ну, да, отделяйте с красной строки. А, подождите, дайте я это сделаю, чтобы у меня было черновик, чтобы я показал, как это все делается, да? Что было и что стало? Я молчу. Украинцы сделали дырочку в наши газеты, в наш газ. Я молчу. Самый редкий человек на земле – это украинец. Вот. А дальше идет основная часть. Драма, по моему мнению. А, то есть это все завязка? Да. И тут я не выдержал, и это вот и есть? Да, основная часть. То есть это основная часть из одного предложения? Начинается с этого предложения основная часть. А то заключение нет. И вот, и вот ее ответ был самым обидным во всей этой истории. Да какой это украинец? А, это уже черновой дописанный текст? Не, не дописанный. Это то же самое, что я ничего не дописывал. Ну, так и было. Ну, да. Тогда в глаза и точка, тогда в видение основное будет заводить следующую речь. Да, как вы тогда сказали правильно. Основная часть начинается, заводит следующую речь. Ну, посмотрим. То есть нам главное сейчас пока делить. И вот тут заключение. Введение основная часть заключения. Да. Есть. Следующее. Значит, давайте остановим там остаться. А можете глянуть на мою? Мне тоже кажется, что у меня там есть. Да, сейчас мы глянем. Давайте я вашу правильность сброшу сейчас. Чтобы нам в Ворде было легче. Так, правильно делай правильно. Мышка. Мышка не работает. Показывай, показывай. Екатерина, Ренат, Ирина, Георгий, Кристина. Что-то у вас с батарейкой в мышке, по-моему. Да, это было бы хорошо с батарейкой, но не отвязать непривязанные лодки. Нет у меня батарейки, у меня есть только это. Провод, у меня провод. Нет, что-то скаливаю, я вторую мышку меняю уже за последние там буквально за полгода. Что-то странное. Так, сейчас еще включаю. Ну, давай, 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 давай. Как боролись до предпринимателя за место под солнцем? Да, рабочее название у нас. Посмотрим. Для предпринимателя номер один поставка товаров на оригинальный рынок была весьма не только материальная затрата, но и слажена, что способствовало скудному ассортименту на прилавках. На фоне данной ситуации на рынок вышел предприниматель номер два, у которого было больше возможностей по всем направлениям поставки морепродуктов. предприниматель номер два в первую очередь начал вести диалог с предпринимателем номер один о сотрудничестве. Предприниматель номер один отказался и уже спустя месяц об этом пожалел. Возвращается к диалогу с сотрудничеством предпринимателем одному не давало мысли, что это умолит его чувство собственного достоинства. Заключение. Ему не осталось другого, как влечь профессионального переговора к медиатору, а потом все были счастливы. Ну, из эмоционального это в конце три смайлика. Так я же хочу потом дописать. Я хочу потом развить, как медиатор решил и в конце. Нет, нет, надо все сразу. Потом идет правка, просто такая очень легкая лает сверху. Так я не могу за маленький промежуток времени все написать. И это я просто на мысль вышла, на вот это. Нет? Не в этом смысле? Кристина, Кристина, видите ли, вот перед вами мой черновик. Я с вами писал вместе. Вот, не надо много. Вот, и все. Вот, то есть уже, то есть свои, просто, то есть это не приговор суда. Не это, ну, как пишется, так и пишется. Ясно, я просто думала, что потом мысль доразвить, может быть, я бы потом вообще бы поменяла бы. Нет, вот так вот написали, вот так и все. Бывает, в ходе написания переписываешь все, ну, в ходе написания чистовика, и такое можно. Но лучше вот так. Просто и скорость, и качество, и все хорошо получается. Давайте смотрим. Значит, там есть опорный сигнал, чистовик. Давайте я вам покажу. Надо объяснять, смотрели его? Нет, не доходило. Давайте глянем, покажу. Ну, нормальный, потому что я до сих пор его помню. Вот, смотрите, идея такая. Идем пошагово. меняем в тексте непонятно. меняем в тексте вот пошагово. Разъяснить непонятное, убрать лишнее, добавить тропы, убрать тавтологию, добавить связки, русский язык. Все понятно. Ну, я не думаю, что понятно, потому что все концептуализировано. Ну, сейчас посмотрим. Вот, смотрите, идем, идем следующим образом. вечерняя кухня. Передо мной сидит знакомая Света и, оперевшись, смотрит мне в глаза. Что непонятно здесь, Кристин? И оперевшись куда оперевшись? И оперевшись подбородком. А горячую батарею? Рупим на изящный изгиб кисти. Смотрит мне в глаза. Время есть, место есть, два субъекта есть. Да? Да. Вроде понятно, что где происходит. То есть какой-то разговор и видно контекст, что был какой-то разговор. непонятно? Надо еще что-нибудь добавить? Мне не нравится изящный изгиб кисти. Ну, а как пишется? может быть полной заинтересованностью смотрит мне в глаза? Ну, что не нравится в кисти? Вы хотите сделать из солнечной девочки фурию в конце? Вот так? Нет, у меня такая большая гипер мысль. Мысль такая и красота может ошибаться. А, вы не нравится, что я ее делаю ангелом? Да. Ну, не, ну, это, Кристина, что это такое? Нет, по тексту. Говорят так, можно опереться подбородком на изящный изгиб кисти? Можно, да. Кисть может быть изгиб? Да, да, да. Может на изящную кисть? Ну, вот это слово, словосочетание добавляет такой романтичности, да? Ну, да, да. Ну, тогда пусть будет, да. Хорошо. А потом она как черта в собакерке. Как сказки казачьи в этой донской хвамилии, да? Как все черти боялись жену эту. вечерняя кухня. Второй этап. Убираем лишнее. Вот это для меня самое жестокое. Пишал, писал, а потом хрязь, надо все резать. Резать без чего можно обойтись. Вечерняя кухня. Остали. Ну, да. Передо мной сидит знакомая Света. Передо мной сидит Света. Знакомая же понятно, что она знакомая. Нет. Почему? Хорошо. Передо мной сидит незнакомая Света. Что дает слово знакомая? Знакомая, что она вам не подруга, а просто знакомая. Пришла к жене подружка, а вы так, знаешь, как между прочим. Здрасте, до свидания. И тут она решила ляпнуть. А, то есть знакомая делает дистанцию определенную. Да. Указывает на дистанцию между участниками. Да, да, да. Посидит знакомая Света. Знакомая Света. Хорошо. Значит, Света, а, это потом поговорим. Потому что очень важно в истории правильно назвать этих главных героев. Их слова должны соответствовать их назначению. Ну, их имена, их номены. Ну, это тонкости. и оперевшись подбородком на изящный изгиб кисти смотрит мне в глаза. Ну, сразу скажу, оперевшись подбородком на изящный изгиб кисти это троп, ну, типа украшения. Украшение это как виньетка на здании. Оно может и лишним касаться, но казаться, но она какую-то роль играет. Ну, тут роль украшения или роль погружения в эту ситуацию. Потому что, опять же, прикрепление к живописной культуре русской очень много есть женщин, портреты, где женщины вот так, там работают с кистями. Там тоже Кустодиев, ну, который пьет женщин, как называется, чайпитие, что-то такое. Ну, я поняла, но это уже зависит от стилистики изложения текста самого автора. Если у вас вот оно идет в таком направлении, ну, опять же, мы же как бы технически говорим, я просто объясняю, почему это не лишнее. Но если это лишнее, вы можете сказать. Может быть, смотрит мне в глаза лишнее? Нет, ничего не лишнее. Черникух, у меня сидит знакомая Света, оперевшись подбородком. Оперевшись, что-то мне нравится, подбородком опираются на, да, оперевшись на изящный изгиб кисти, смотрит мне в глаза. Окей. Давайте вот это, ну, вот эти два такта пройдем все, а потом третий так. И заводит следующую речь. Ну, тут и уже не подойдет, значит, как мы ее еще назовем? Вдруг? Нет, надо назвать. Света мы не можем назвать, знакомая не можем. Кто заводит? Надо субъекта указать. Надо подобрать, кто это. И тут она заводит следующую речь. И тут это некрасиво. собеседница заводит, она заводит следующую, она заводит речь, она, наверное, заводит речь. Да, следующую тогда вы убираете. Просто речь, Она заводит речь, которую явно подготовила, она тогда убираем. Да, которую я подготовила. Украинцы ленивые и смотрят на меня выжидающе. Может, вызывающе. Обострим. Я молчу. Украинцы сделали дырочку в нашей газовой туррубе и воруют наш газ. Я молчу. Самый вредный человек на земле украинец. И тут я не выдерживаю и говорю, Света, но ведь я украинец. Понятно история? Надо что-то добавить. Нет, понятно все конкретно. Я бы вообще не добавляла ничего. Потому что если сейчас начнешь добавлять, это будет целый скандал можно развернуть. Кстати, я добавил из истории. Напоминаю, что можно писать не то, что было, а то, что могло было бы быть. Я вот добавил, про самый вредный человек. А вот эти два были. Ну, тогда это очень вяжется с заключением, раз вы добавили самый вредный человек, то это очень красиво с заключением. Ну, надо я к этому это. Не надо добавлять. Нет. Режем. Она заводит речь, которую явно подготовила заранее. надо что-нибудь убрать? Явно надо убрать? Нет. Которую подготовила заранее. Украинцы ленивые и смотрят на меня вызывающе. Я молчу. Украинцы делают дырочку в нашей газовой трубе и воруют наш газ. Может что-нибудь добавить? Что-то типа и воруют наш газ, продолжает она? или так? Нет, оставьте, я молчу. Я молчу. Самый вредный человек на земле это украинец. И тут я не выдерживаю и говорю, и тут я не стерпливаю, нет, не выдерживаю, не выдерживаю и говорю, Света, но ведь я украинец. Ну что, оставляем, да? Да. И тут я не сдержался и выпалил. тут я не выдерживаю и говорю. А, что-нибудь экспрессии добавить? Да, да, да. И кричу тогда. Не, кричу не надо, а то бы там окно выпрыгнуло. И тут я не выдержал и выкрикиваю. Не, мне кажется, надо, но это называется троп. Тропа это преувеличение. Это же красота, это же не пункты один, два, три. И тут я не выдерживаю и кричу. Света, ведь я украинец. Давайте кричу, мне кажется, нормально. Ну, подумаешь, что ты псих. Ничего страшного. У нас здесь такое. И тут я не выдерживаю. И тут я, может, наконец не выдерживаю? Нет. И тут я не выдерживаю. И тут я не выдержал. Просто и тут я не выдержал. Света, но ведь я украинец. И тут я не выдержал. и тут мое терпение лопнуло. но это троп уже устоявшийся. И тут я не выдержал. Света, ну, кричу, не надо, думаете? Нет, не надо. И тут я не выдержал. Окей, согласен. Вот свое очень тяжело вообще-то. Каждое слово, бьешься за каждое слово. и тут я не выдержал. Может, не стерпел? И чего? Нет, но ведь я украинец. Ну, слово терпеть. Слово держать и терпеть. Да, то есть я что-то держал, держал и потом отпустил. Что-то терпел, терпел и отпустил. Лучше держать или терпеть? И тут я не выдержал. И тут я не стерпел. Но ведь я украинец. Напишите не стерпел. Посмотреть? Да, да, да. Потому что стерпел, терпеть, это обращается к христианской традиции. Ну, страсти Христова, вот это все. было терпение и тут я озверел. А тут не клеится с образом. Молчаливо, слишком большой перепад. А терпел еще тут. И тут я не выдержал, тут я не стерпел. Не выдержал, симпатичнее смотрит. Согласен. Выйти в ад. Ну, не в стиль стерпеть. Тут я не выдержал, Света, но ведь я украинец. И вот ее ответ был самым обидным во всей этой истории. Такой ты украинец. вот понятно, о чем идет речь? Да, конечно, понятно. Только вот надо начало как-то подумать. и вот ее ответ. Может, ее ответ просто? Что там и вот? Вот это и вот, и вот. Ее ответ был самым обидным во всей, ну, во всем этом разговоре, может быть, история вроде как обозначенца. Ее ответ был самым обидным. Нет, здесь должно быть, знаете, как, чтобы эмоциональность была. Тут-то она поторопилась это сказать. Вы знаете, как-то вот так вот. Тут-то она зря это сказала. Сейчас будет ей кирдык. А тут ее ответ был самым обидным. Как-то это спокойно. А, вы все, тогда я идею не смог передать. Она считает так, что если человек хороший, он не может быть украинцем. и потому меня не относит к той категории. Я поняла. Я поняла, я просто хочу сделать так, чтобы заключение было эмоциональным. Эмоционально обидным, вы знаете, что вот прям обидно, а тут ее ответ был обидным. Спокойно так сказано. А хочется, чтобы оно прям за душу брало, знаете, что тут она действительно зря это сказала. Самому уничижительным. Ее ответ был самым уничижительным во всей этой истории. но ее ответ стал самым обидным во всей этой истории. Может так вот, ее ответ положил конец моей национальной идентичности. Да какой ты украинец? Нет, тут и так все поняли про идентичность. Тут надо вот так что ее ответ стал самым обидным во всей этой истории. Так ничего не меня. Да какой ты украинец? нет. Только был настал. Ее ответ стал самым обидным во всей этой истории. Ее ответ стал самым обидным во всей этой истории. стал для истории. Стал черновик. Кристина, какие вопросы по вот этим двум частям, основным таким, с которых надо начинать черновик? ну, ну, конечно, начинаешь легко, а вот самую завязку, самую драму очень сложно сделать, закрутить, чтобы прям захватить читателя. Вот тут, конечно, трудности в этом возникают. вы про черновик говорите? Да. Ну, Кристина, не зря же вот этот пегас, там божественно очень много. Ну, то, что просто идет само из себя. То есть там ничего не сделаешь, кроме вот этих не критиковать, писать, ну, все, 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 что это описывать. Настроиться и писать, писать, писать. А вот это уже чисто техническое, тут чисто рационализм. Ну, более-менее. Конечно, много меняется. Идем дальше. Добавить тропы. Тропы это украшение речи. Они расцвечивают речь. И плюс они подкладывают второе дно. Ну, как бы вот что-то нам вот подсказывают. Тропы, для примера, какие бывают. Гипербола, когда мы преувеличение, ну, преувеличение. Что там у нас может быть? Метафоры. Да, метафоры. вот сейчас, ну, вот тут все вот это. Хорошо бы добавить, конечно, не переборщить, но добавить речь сразу становится такая хорошего уровня. Вот, давайте попробовать добавлять. Вечерняя кухня. Вечерняя предзакатная кухня. Нет, не трогайте вечернюю кухню, надо со Светой что-то сделать. Почему? Передо мной сидит знакомая Света с каким-то типа с ангельским каким-то личиком, ну, вот что тут сейчас, наверное, может, такое, нет? Передо мной сидит. Мне очень хочется сделать из этого цветочка демона, она вот тут в этой картине прямо вырисовывается, поэтому мне хочется дать понять, что она действительно такая вот ангельская. Вот можно тогда слово изящное. Вечерняя кухня передо мной сидит изящная знакомая Света. Нет. Знакомая Света. Моя знакомая Света с опережись милым личиком на изящный изгиб кисти, ангельским личиком, и оперевшись ангельским личиком. Она точно себя не узнает. Так, в этом ангельским личиком на изящный изгиб кисти смотрит да. Когда смотрит можно, каким можно красивым словом? На изящный изгиб лист. И хлопает своими голубыми глазами. И смотрит мне, а если вот украинское слово очи, смотрит мне в очи? И смотрит мне в очи? Ну, поставьте, да, посмотрим. Ну, очень понятно в русском? Да, 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 И, оперевшись ангельским личиком на изящный изгиб кисти, смотрит мне в очи. Надо, «И оперевшись своим ангельским личиком», попробуйте вставить «воим ангельским личиком», и тогда сразу очи не в рифму. «И оперевшись своим ангельским личиком на изящный изгиб кисти смотрят мне в очи на очень как-то да некрасиво и смотрит на куда что еще очень у нас есть мне какие еще здесь слова и смотрят не в глаз ничего не сделаем и заинтересованно смотрит мне в глаза добавляем интерес хорошо вечерняя кухня переносит знакомая света и первые своим английским личиком на изящный изгиб кисти смотрит мне в глаза так давайте с именем поработаем значит имя должно быть говорящие на там обломов обломов значит какая у нее роль здесь как вы понимаете какая роль у испортить на вам настроение да не задумывался хорошо демон правильно понимаю но вот смотрите когда приходит человек и начинает вот то все там плохо там все это сразу хочется выгнать метлой поганый такого человека он приносит негатив и единственный способ это вот выгнать окей давайте я посмотрю значит еще одну дьявол или что энергетические вампиры не знаю демон дьявол смотрим так посмотрим женское имя до женское имя женское имя дьявол лилит женское имя дьявола астарта на стартом нам нам не непонятно лилия напишите лилия через лилит ну давайте вспомним лилит да это первое первая жена как зовут а на демонюга какая-то это точно лилит лилит это первая жена господи как его зовут первого человека адама но обозначение и посмотрите нет я знаю но лилит какой-то восточная мне кажется надо славянская больше нравится мне вот этот какой демониться лилит демониться в еврейской филологии ну да 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 ну что лилит поставить ну лиля какая-нибудь может она так лиля не серьезно надо чтобы демонически было тогда лилит ставьте сразу на как будто знаете сидит какая-то там армянка азербайджанка бешеная ну вот не знаю такое вряд ли со мной могло бы быть но лилита на ней как-то вы знаете она в тексте будет очень сильно выделяться да 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 знакомая у вас лилит такая знаете ну какое вредное имя наташа распространенная потому что света да не подходит я согласен света не подходит то есть она испытывает да она соблазняет ева нет она провоцирует да она энергии ну энергичные имя какое энергичные имена Виктория энергичные Екатерина Валерия Валера Валерия двойное имя да да и мужское все знакомые Валерия Валерия знакомая Валерия есть на Валькирию такие переходик знакомая Валерия знакомая Валерия и оперевшись своим английским личиком на изящной изгиб кисти смотрит на глаза ну конечно нормально но лучше чем свет она заводит речь ну заводит речь это уже троп которую явно подготовила заранее давайте тогда поставим перед знакомой моя сидит моя знакомая а а мной моя два раза а мной моя мне не нравится Валерия выбивается из контекста вечерняя кухня передо мной сидит знакомая Валерия да какие еще были варианты Виктория Екатерина Марина о Марина они тоже такие знакомая Марина вечерняя кухня передо мной сидит знакомая Марина оперевшись своим английским личиком на изящной изгиб кисти смотрит в нее глаза знакомая Марина Мар а Марина Мар есть в славянское слово Мар это ну ну морить ну 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 да да Марина так оставим она заводит речь которую подготовила которую явно подготовила заранее которую явно подготовила может не подготовила как-нибудь явно продумала изготовила продумала да продумала нет мы сейчас украшение тропу украшаем я поняла которую явно приготовила заранее ну готовить в смысле я поняла при ну как женщина ниже готовят надо заблаговременно может быть или слишком не надо заранее явно подготовила труда очевидно подготовил очевидно может не явно тогда очевидно да про очевидно подготовила заранее нет наверное явно было симпатичнее смотрелось пока не напишешь не посмотришь со стороны украинцы лодыри мне кажется надо на лодыри заменить да заменить и отогла так вот так наверно и смотрит на меня вызывающе ну да то что она вот призывает вас уже к скандалу нет нет точнее не к скандалу а вот давай вот сейчас мы вместе будем на них почку я молчу но она же знал это все я думаю что тут какое-то вообще непонятная эта история я молчу молчу-молчу до три раза у меня тут молчу-молчу-молчу но тут троп но троп такой на усиление да то есть тут ну то он оправданный украинцы сделали дырочку в наши газовые давайте просверлили наши визу и ворует наш газ и перед пойдет лучше ворует нормально и перед наш газ я молчу газа наши газовые трубы спасили дырочку я молчу она не унималась может так еще добавить но это будет как бы третье лицо до которая описывает я молчу она все никак не унималась но мы тогда уже как бы вбрасываем слушателям свое отношение отношения хорошо чтобы они сами типа сам я молчу самый вредный может вреднейший нет не надо это уже будет перебор вреднейший человек самый вредный человек на земле это украинец на земле с большой буквы на а как украинцев еще называют хохлы же да вот может поменять но она не используя могло бы это хохол это хохлы самые вредные люди на земле это хохлы и тут я не не выдерживаю давайте как будто выдерживаю или нам не выдерживаю и тут я не сдержался марина но ведь я украинец я марина и тут я ну чё сдерживаю но мы там думали над этим наверно выдержали оставим мы же меняли на сдержку напишите тогда слово и тут я не выдержал не выдерживаю но допишите тут я не выдерживаю марина ведь я украина я тоже украинец а кто же я кому присоединяюсь а украинцы лодери хохлы они воровали ну а разве из контекста непонятно что я имею ввиду что я тоже что она говорит и про меня понятно марина марина но ведь я ну там но так ведь я украинец ага да так ведь я украинец ее ответ стал самым обидным а для меня зачем ее ответ стал самым обидным понятно для кого ну ну поставьте ее ответ стал самым обидным во все понимаете вы как бы начинаете передо мной сидит марина и заканчивать ее ответ стал для меня на себя внимание берете что вы начали вы закончили я понимаю это так называемое зацикленное это но я тут нет нет ну понятно для кого ну не для нее же а может для нее кстати тоже она готовила это ее ответ стал самым обидным во всей этой истории да какой ты украинец может рома добавить добавить ну да да ну типа фамильярно это что-нибудь такое нет рома до какой-то украины вот так не можно обращение в конце как лучше нет она призывает вас рома до какой-то украины а тут тавтология будет марина так ведь я украинец ну и хорошо рома призывает рома до какой-то украинец может быть до какой из тебя украинец роман отлично вот зачем нет тут как бы тут должно быть личная кухня роман не говорят на кухне я говорю я говорю полными именами ну а что это дает красиво но здесь все-таки принижающе согласитесь да поэтому я и говорю что вот такие сокращения имен они действительно там миш мне нравится сказать михаил я читал целую статью даже на кухне да я читал эту статью ну это в разных ну у разных слоев общества по-разному будем сельским сельской общности сокращение не является обидно ну я согласна но здесь я думаю я согласен что это обидно но она и говорит обидно то есть если ее идея ну вы знаете она говорит про украинцев как про лодыри там какие-то вредные а вы не относитесь к ним она должна вас немножко возвысить роман понимаете то есть что хорошие люди не могут быть украинцами да то есть она же не знала ваше отношение к украинцам нет она знала до этого знала конечно ну значит она вас к ним не причисляет значит вы для нее совсем не такой как они ну да она хочет меня отделить от них и как бы отдельно да но она не знала что попадет вам самое такое больное и обидит вас этим тут уже знаете зависит от того как вы поведете себя в этой ситуации если вам захочется обидеться вы обидитесь а если вам захочется понять то что да ну вот я лучше но все таки украинцы тоже хорошие не все такие не все воруют то тоже конфликта не будет понимаете понимаю ну вот есть все следующее следующий у нас тофтология ну вроде мы смотрели да смотрели тофтологию связки значит все должно быть одной вытекать из других из другого обычно есть провалы между частями вводные основной основной и заключительной ну то есть как бы они должны быть самодостаточны самыми по себе понятно что происходит ну вот тут вечернику смотрим в глаза она зовут речь ну то тогда она проседает она заводит речь хочется здесь сказать что вот как будто она призывает вас к обсуждению с ней также вести диалог что украинцы лодыри поддерживать ее как призыв она 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 вызывающий смотрит мне она вызывающий смотрит на меня призывая к диалогу вот что-то так и заводит речь которую явно приготовила заранее так что надо сказать ну да но тут нет выпадающих тут все одно из других то есть понятно что кухня потом идет ее речь и затем ее ответ тоже связан с предыдущим да то есть она связана с мариной это вторая часть с первой ее также связан с мариной которая вот только что я я спросил связки есть да русский язык вечерняя кухня может точку поставить да прекрасно передо мной так да или отдельно сидит знакомая марина сидит оперевшись вроде на запятых да нет оперевшись своим английским личиком на изящный изгиб кисти смотрит оперевшись смотрит запятая должна быть но смотрит мне в глаза это отдельное предложение ага она заводит речь которую явно приготовила заранее двоеточие кавычки открывается украинцы лодыри усетный загс закрывается тире и смотрит на меня вызывающе вроде все правильно я молчу точка украинцы просверлили дырочку в нашей газовой трубе трубе и тырят наш газ ага я молчу тире есть самые вредные люди на земле это хохлы может запятая тут я вот не помню где те когда перед это тире когда запятая я себя тире ставлю так можно и тире тире это как это можно и запятую поставить тут уже без разницы самые вредные люди на земле хохлы может запятую и все и хохлы а это убрать ну-ка вы можете написать самые вредные люди на земле тире хохлы ну да вот так я уж так написал ну да это убрать просто так надо забывай это восклицательный когда . убираем на и тут я не выдерживаю марина так ведь я украинец на обращение . ее ответ стал самым обидным во всей этой истории . роман да какой-то украинец хорошо ну вот так это чистовик вот перед нами чистовик чистить можно вечно да это точно даже полностью переписать текст полностью но это к лучшему ну а вы знаете что классно когда начинаешь переписывать текст вот я допустим на эту марину уже вообще не обижаю ну можно потом уже не обижаться потому что действительно из текста говорит роман ты лучше чем они но она просто это говорит от незнания потому что она не интересуется этой культурой она просто видит каких-то там выделившихся личностей которые ты ряд газ ну или просто слушай то что и говорят да ну да да снимает но эта функция снятия конфликта описывает да вот знаете вот тоже вот имя когда начинаешь придумывать имя рома да какой-то украине как будто можно из контекста как будто там другой контекст и можно сказать рома да ты не достоин украинцев а тут видите как роман да украинцы хуже чем вы да 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 вот второй ну это идея вот это расшифровки вот это второго текста что я вчера говорил то есть мы упаковываем один текст другой и при распаковке получается и мы эмоции то есть когда вскрываешь думаешь ухты вот это да вот это класс а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok